Девчонкин Корректор А.Кулакова Сегодня мы поговорим про то, почему космос молчит, так называемый парадокс Фермии. В чем, собственно, проблема? Что возраст нашей Земли намного меньше, чем возраст нашей Вселенной. При этом существует огромное количество звездных систем внутри нашей галактики. При этом на каждой из них теоретически могла бы на какой-нибудь из планет возникнуть жизнь. И если бы на какой-нибудь планете возникла жизнь, то эта жизнь могла бы распространиться и на другие планеты, и на другие солнечные системы. И весь космос к этому моменту времени мог бы быть заполнен сигналами разумной жизни. Но, несмотря на все поиски этих сигналов, например, в рамках программы SETI, мы ничего не видим. Космос молчит, и мы не видим никаких признаков какой-то разумной жизни. Среди различных гипотез для объяснения парадокса Фермии есть группа гипотез, которые называют гипотезы великого фильтра. Великий фильтр — это некоторый закономерный барьер на пути к межзвездной цивилизации, так называемого третьего типа. То есть это цивилизация, которая научилась летать на другие звездные системы, там колонизировать планеты. И поэтому даже если какая-нибудь их планета по каким-то причинам не выживет, то у них есть еще другая планета на всякий случай про запас. В общем, они практически бессмертны, и они могли бы возникнуть. И великий фильтр — это некоторое событие, которое происходит по мере того, как жизнь возникает, и появляется интеллект, появляются цивилизации, и они могут теоретически выйти в космос, и вот что-то им мешает. Великий фильтр. И если великий фильтр был позади нас, то есть мы его уже прошли, то тогда это для нас хорошая новость, потому что, ну, значит, может быть, мы будем первой цивилизацией третьего типа в истории. А может быть, великий фильтр впереди — тогда это плохая новость, потому что означает, что нас всех ждет какая-то страшная катастрофа, о которой мы ничего не знаем еще. Какие могут быть фильтры позади нас? Ну, например, может быть, само зарождение жизни — это очень маловероятное событие, хотя непонятно почему, потому что условия жизни на других экзопланетах, ну, условия в плане состава химического, они могут быть, в принципе, похожими, и непонятно, ну, почему только у нас, как-то странно. Может быть, разум маловероятен в процессе эволюции, но, с другой стороны, а почему, собственно, он должен быть маловероятным, почему бы не возникла такая экологическая ниша, в которой возникли бы виды, которые могли бы получать преимущество от того, что они становятся более умными. Может быть, на других планетах постоянно происходили какие-то катастрофы, как биогенного, так и абиогенного происхождения. Может быть, какие-то небесные тела падали на эти планеты регулярно, и из-за этого просто не возникает такого непрерывного периода в несколько миллиардов лет необходимых, чтобы жизнь развивалась из одноклеточных организмов к разумным существам типа Homo sapiens. Или, может быть, сама жизнь себя уничтожает. Например, у нас на Земле было массовое вымирание, когда впервые живые организмы научились синтезировать большое количество кислорода. Это изменило экосистему, изменило биосферу, и было очень много массовых вымираний. Может быть, фильтр впереди нас тогда, что мы, может быть, кандидатом на этот фильтр. Предположим, за 50 лет вероятность ядерной катастрофы, ядерной войны не очень большая, но за 500 лет мы обязательно друг друга укокошим в помощи ядерного оружия. Может быть, мы так изменим климат, что жизнь на Земле станет невозможной. Может быть, есть какая-то еще неизвестная технология, которая еще не возникла, но мы ее создадим, и тогда нам всем хана. Потому что она сработает не так, как мы ожидаем. Или, может быть, действительно есть в космосе какие-то инопланетяне, но они скрываются и уничтожают те цивилизации, которые остаются слишком разумными и пытаются кого-то там колонизировать. Как, например, в игре Mass Effect были риперы, женицы, которые уничтожали наиболее высокоразвитые цивилизации. Давайте посмотрим на секундочку подробнее на эту идею про катастрофы. Вот астероиды, небесные тела падают. Что, если проблема не в том, что они падают, а в том, что они иногда не падают? Вот мы знаем историю про динозавров, про гигантских существ. Одна из гипотез их вымирания заключается в том, что этому поспособствовало падение астероида. При этом после того, как эти гигантские существа погибают, начинается бурное развитие млекопитающих, увеличивается их разнообразие, увеличивается размер их мозга, и в итоге появляется Homo sapiens. Что, если существование этих гигантских существ было таким великим фильтром, и мы его просли за счет того, что астероид в нужное время, в нужном месте, нужной силой жахнул по Земле? Причем он должен был быть очень специфическим, этот астероид, потому что есть исследования, показывающие, что для того, чтобы вызвать то похолодание, которое возникло в результате падения этого астероида, он должен был упасть в специфическое место, чтобы сгорело достаточное количество органики, чтобы поднялось достаточное количество пепла, которое мешало солнечным лучам достигать планеты. И в этом случае конкурентные преимущества могли получить именно млекопитающие. Был бы астероид крупнее, может быть, вообще все бы погибли. Был бы он меньше, может быть, остались бы гигантские существа, которые, собственно, правили более 100 миллионов лет, и никуда они в космос, никаких технологий, никакого великого интеллекта они не развили. За это время обезьяна в человека могла 30 раз эволюционировать, а они ходили просто и всё втаптывали. Так вот, что если действительно на других планах... Это и есть великий фильтр за существование гигантских существ, и тогда, если мы полетим на другие экзопланеты, что мы там увидим? На экзопланетах мы увидим молчание динозавров. То есть огромное количество каких-то гигантских существ, которые не посылают сигналов никуда, потому что они не умеют, потому что у них лапки маленькие, и, в общем, нет этого дела. Но это как-то слишком просто и вообще как-то скучно. Тем более, что здесь есть некое допущение, которое предназумевается мной, что люди — это цивилизация, которая может стать цивилизацией третьего типа. Не слишком ли это пафосно звучит? Да, мы можем стать этой цивилизацией, потому что вообще-то мы не такие уж прогрессивные, если подумать. Ну, начнем с того, что мы не всегда одобряем новые технологии. Иногда мы не отличаем технологии от магии. А давайте поговорим про полеты на Луну. Их то ли не было, то ли они были иногда давно, и больше мы не летали. То есть все, типа галочку поставили и забили. То есть как-то не очень похоже на цивилизацию третьего типа. И что вообще можно говорить о цивилизации, которая фразу «ты чё, самый умный» использует как предъяву? То есть типа «ты чё, самый умный?» Я уверен, что это был последний, что слышал неандерталис, которого мы выпилили. У него был более крупный мозг, может, у него были шансы стать цивилизацией третьего типа. Так вот, что если, так же как, по отношению, да, мы никого вам не напоминаем, да, типа «ты чё, самый умный, решил тут технологиями своим похвастаться?» Нет. Вот, может быть, по аналогии с тем, как гигантские существа когда-то мешали развитию маленьких млекопитающих разумных существ, может быть, люди сегодня кого-то угнетают, и не дают этому кому-то стать цивилизацией третьего типа. Мы выступаем в роли таких вот динозавров. И вот вам кандидат. Собственно, случайно, абсолютно у меня эта гипотеза возникла, но она прямо идеально вписалась вот в эту концепцию, на которую я долго думал и не знал, кто это может быть существо. И тут я нахожу видео на Ютубе «Медоед. Ему всё пофиг». Можете его потом посмотреть, оно потрясающе совершенно. В нём нам показывают, что эти медоеды, они не боятся змей, не боятся львов. Они там по мордастам дают и убегают, и львы просто офигевают. Они не боятся иголок, в отличие от антипрививочников. Но самое классное начинается, когда медоед вступает в конфронтацию с человеком. Мы можем сравнить их интеллект. Вот, значит, люди, как им свойственно, да, решили угнетать маленьких медоедов и заперли их в зоопарке каком-то. Медоед, он открывает засов и убегает. Его снова сажают туда и заколачивают проволокой. А он отматывает проволоку, открывает засов и убегает. Там всё байкодируют. Что делает медоед? Он делает подкоп. Ему пересаживают его в другой вольер, где высокие стены, и нельзя сделать подкоп. И он находит палку, убегает по палке. Отбирают палку, он находит камни, убегает по камням. Отбирают камни, он находит глину, делает из неё что-то такое, убегает по этому. Отбирают глину, он находит другую палку. он находит всякие разные способы, он все время пытается убежать, то есть он не ограничен тем ареалом обитания, куда его поместили люди. Вполне вероятно, что из земли он бы охотно сбежал, имея на то возможность подальше от этих супостатов. Так вот, и, собственно, что я подумал, что, может быть, мы, мы — это великий фильтр, мы — те существа, которые угнетают вот этот потенциальный другие цивилизации, которые могли бы развиться, эволюционировать и стать цивилизацией третьего типа. Но на этом все не заканчивается, потому что, вообще-то, медоеды, они не сдаются. Они ведут партизанскую войну, им же все пофиг, правильно? Вот история сражения медоеда с человеком, в ходе которого человек проиграл и был убит. Но вы подумайте, медоед взял человека силой. Нет! Человек пошел охотиться на медоеда с луком и подстрелил себя в ногу. Очевидно, что об интеллектуальном превосходстве человека после этого вообще говорить не стоит. Поэтому я думаю, что когда-нибудь, в ближайшем будущем, если какой-нибудь астероид снесет людей, возможно, возникнет цивилизация третьего типа, первая цивилизация третьего типа, которую предсказали еще фантасты. Спасибо за внимание. Александр Панчин! Я должен тоже медленно так выходить. Ну что, настало время последних четырех вопросов. Александр, пожалуйста, уважаемые волонтеры, даем микрофон и поднимаем руку, мы к вам подходим. Итак, представляйтесь только. Вячеслав, у меня такой вопрос, а как насчет другого подвида человека? Что, если это все-таки наш близкий родственник-примат, например, эльфы, и они пытались эволюционировать, но мы в качестве великого фильтра не дали им это сделать? Ну, как эльфы, эльфы, как и хоббиты, я вам уже объяснил, что это фальшивка. То есть я не могу спорить с антропологом, который выступал ранее. Так, очень короткий ответ. Действительно, просто надо быть в тонусе, вспоминать предыдущих лекторов. Итак, вопрос номер два. Пожалуйста. Раз, раз. Здравствуйте, Александр, спасибо большое за лекцию. А где вы можете руку? Ага, да. Здравствуйте, меня зовут Вероника. Как вы думаете, может быть, медоеды научились каким-то образом концентрировать и ловить из воздуха интеллектоны? И, возможно, при детальном изучении строения мозга или строения тела медоедов мы научимся делать это тоже? Вы знаете, главный способ, как мы знаем, извлечения интеллектонов – это, мы выяснили, чтение научно-популярных лекций. Вот, медоеды, судя по количеству просмотров этого ролика, который я видел, они уже достаточно популярны, чтобы если бы медоед объявил, что он будет читать лекцию, то все бы на нее пришли. То есть он бы побил рекорд Эйнштейна, я уверен, то есть там не 8 тысяч человек пришло бы, 4 тысячи человек ждали бы. Я думаю, что медоед, если бы он решил прочитать научно-популярные лекции, он бы собрал лужники. Поэтому они готовят почву. Как вы понимаете, мы в кулисе все слушаем, что происходит на сцене. Итак, вопрос номер 3. Пожалуйста, представьте. Здравствуйте, Максим. Вот такой вопрос. Как вы думаете, что если мы найдем все-таки межзвездную цивилизацию, даже несколько, и у них все будет устроено, как в замечательной книге Дугласа Адамса «Стопом по галактике». То есть никакой структуры все подчиняется законам хаоса. Так, и что будет? И как мы на это отреагируем? Мы узнаем ответ на смысл существования Вселенной. Но кто-то его уже знает. Ну, пользуясь тем, что я наконец-то получил микрофон, хочется поблагодарить всех лекторов за такое замечательное мероприятие. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо нашим зрителям. И последний, четвертый вопрос. Пожалуйста. Микрофон передаем. Представляемся. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Хотела бы узнать, можно ли переубедить антипрививочников, показывая им ролик с медоедом? Да, я на самом деле надеялся, что будет некоторой польза от моей презентации, что, увидев смелость медоеда, они не только побегут вакцинироваться, но и перестанут бояться львов и других хищников. Аплодисменты! Александр Панчин! Спасибо большое, Александр. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. 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 Спасибо.